В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! О событиях прошедшей недели расскажут мои коллеги. Вот что стало важным для города за эти дни. Николай Любимов ответил на вопросы журналистов о кадровых перестановках, санатории Сосновый Бор, а также о победе в интернет-голосовании за самого привлекательного губернатора. 12 миллионов рублей на эту сумму получили штрафы за платные парковки рязанские водители. Когда не знаешь, что подарить, Рязанка в честь грядущего дня рождения Путина выпустила эротический календарь со своими фотографиями. Первое большое интервью после избрания. Николай Любимов провел пресс-конференцию. Очередная пресс-конференция и первая в статусе губернатора прошла в правительстве области. За час Любимов ответил на порядка 40 вопросов региональных журналистов. Но вначале Николай Любимов сам рассказал, что на строительство БСМП регион получит средства из федерального бюджета. С таким вопросом глава региона обратился к Путину во время визита президента в Рязань. А вот строительство онкологического диспансера, скорее всего, потребует вложений инвестора. У нас есть пока только участок и есть огромное желание его построить. И, соответственно, есть переговорная большая работа, которая проведена сейчас с частным инвестором. Если все сложится, то, конечно, мы не будем ждать, пока у нас будет счастливая возможность построить этот объект за счет федерального бюджета, потому что это может быть не скоро. Рязанская область сможет расчистить свой бюджет. Николай Любимов подробно рассказал об инициативе президента страны Владимира Путина реструктуризировать долги региона. Согласно ей в течение 7 лет, по общему правилу, все должники будут платить 5% от общего долга по бюджетным кредитам. Для Рязанской области экономия в 2018 году составит 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Это позволит нам расчистить бюджет раз, уйдя от коммерческих долгов, и второе, получить дополнительные фактические средства, которые мы в противном случае должны были бы заплатить в федеральный бюджет. В следующем году мы должны будем вместо 4 миллиардов 200 заплатить всего 600 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить вот эту 5% выплату. Вопросы журналистов коснулись также стартовавшего топительного сезона. На сегодняшний день тепло получили более 90% жилых домов и, конечно же, обманутых дольщиков. Таковыми числят сам 3000 человек – 28 строящихся домов. По всем остальным нашим объектам, так или иначе, мы запланировали ввод в эксплуатацию, начиная с декабря этого года, первых объектов, заканчивая концом 2018 года, других. Есть объекты, которые по 7 лет уже у нас, 7-летний срок нарушения сроков договора для его участия. Ни одна пресс-конференция с Николаем Любимовым не проходила без вопроса про сосновый бор. Сумеет ли санаторий сохранить статус лечебно-оздоровительного учреждения? Зависит от того, найдется ли инвестор, а также смогут ли правоохранители решить проблему незаконной застройки на его территории. Повлиять на процесс дальнейшего использования этого имущества по целевому назначению как медицинский оздоровительный комплекс мы можем только сохранив, это надо обязательно сделать, это существующее поручение уже мое, сохранив определенное назначение земли именно под размещение оздоровительного комплекса. Ни в коем случае не под ИЖС, не под дачное строительство, не под промышленное застройство, как угодно можно обозвать, под апартаменты, то, что там рядом тоже происходит, там в Солочи. Вот это вот в наших силах. Но одним из самых сложных стал чисто женский вопрос. Мы давно в сети были голосования за самого привлекательного губернатора. Вы пошли в ТОП за 3-7 лет, согласны ли вы с государством, не следили ли вы заплатить голосование? Ну, с одной стороны, конечно, очень неожиданно это все, а с другой стороны, как-то, ну, конечно, немножко приятно, все-таки женщины оценили, тоже хорошо, но в данном случае, наверное, вот такой статус, он не добавляет очков как-то к деятельности моей как главы региона, скорее, просто как к человеку, как к мужчине. Поэтому, если бы написали самый эффективный губернатор, да, вот это другое дело было. Но сейчас времени мало слишком прошло. Уникальную древнюю богодельню в Рязани удастся спасти. Все лето памятник архитектуры громили мародеры. Мои коллеги не раз рассказывали об этом, а жители города объединялись в народные дружины для охраны старинного здания. И вот власти города отреагировали. Нашелся инвестор, который сделает из Дашковской богодельни гостиницу. Привели инвестора, люди говорят, что они готовы за рубль аренды заниматься реконструкцией этого объекта под гостиницу. Тут же появились еще ряд желающих, которые готовы по 20 миллионов рублей за эти объекты заплатить. Ну, то есть уже понятно, зачем это делалось. Ясно, что хотят люди там что-то построить. Для нас в данном случае, я имею в виду общественность, тоже в целом Дашковский богодельник как памятник представляет собой ценность. Поэтому, конечно, мы должны найти инвестора, который сохранит это здание и вдохнет какую-то новую жизнь. На платных парковках в центре города штрафов начислено в 6 раз больше, чем оплаты за стоянку. У рязанцев создается мнение, что система создана не для удобства водителей, а для взыскания штрафов. В редакцию телекомпании не раз поступали жалобы, что часто паркоматы выдают ошибку. Со сбоями работает и система оплаты по СМС. А возможность оплаты наличными через терминалы Сбербанка кажется не смешной шуткой в тот момент, когда надо быстро провести оплату. При этом, если не успеть оплатить на 16-й минуте, придет штраф со внушительной суммой – 1000 рублей. По информации интернет-издания «Про город», сумма добровольно оплаченных штрафов составляет 306,5 тысяч рублей. Всего же начислено штрафов на сумму более 12 миллионов. По результатам работы платного парковочного пространства в бюджет города Рязани поступило более 216 тысяч рублей. Более 75 килограммов наркотиков изъяли полицейские у выходца из ближнего зарубежья. От рязанцев поступило сообщение, что некий молодой человек развернул в городе торговлю табакосодержащей смесью на свай. Происходило это открыто в центре Рязани на улице Семинарской. По указанному адресу задокументировали факт сбыта на свае, после чего пресекли противоправную деятельность продавца. Им оказался 19-летний неработающий гражданин Республики Узбекистан, который недавно приехал в Рязань с целью трудоустройства. Но вместо этого занялся торговлей на свае. Полицейские обнаружили у иностранца три больших коробки и множество пакетов с на свае. Общая масса изъятого составила свыше 75 килограммов. Стоимость нелегального товара превышает 50 тысяч рублей. Учная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения Константина Циолковского. Ее участниками стали ведущие представители отрасли производства космических технологий. Космонавтика, радиоэлектроника и геоинформатика – основные направления научно-практической конференции к 160-летию со дня рождения Константина Циолковского. Неспроста Рязанский радиоуниверситет – не только ее участник, но и организатор. ВУЗ сегодня является ведущим в стране по обработке данных дистанционного зондирования Земли. Цель нашей конференции – это обмен опытом в области космонавтики и дистанционного зондирования Земли. Много интересных разработок, много интересных идей, как уменьшить размеры аппаратов, как повысить качество съемки, как меньше расходовать топливо на запуски, на маневры. Эта конференция всегда очень в интересном ключе проходит. Участники встречи – Роскосмос, Ракетно-космический центр «Прогресс» и ведущие предприятия по созданию спутников. Мы в Роскосмосе считаем, что коллеги, которые работают в Рязанском радиотехническом университете, они являются одними из лучшими обработчиками космической информации в России. И поэтому практически все наши системы обработки в Роскосмосе построены на том программном обеспечении, которое сделано здесь, в Рязани. Научно-технической конференции исполняется 20 лет. На протяжении всего этого времени она призвана создавать мощный интеллектуальный фонд, который, в свою очередь, необходим для подготовки высококвалифицированных специалистов. А выступления ведущих представителей отрасли направлены на решение проблем российской космонавтики. Все они так или иначе, прямо или косвенно ориентированы на космические технологии, от чего зависит, собственно говоря, напрямую, также зависит будущее страны. Государство, которое обладает такими технологиями, комплексом таких технологий, обладает подлинной независимостью. Почетными участниками конференции являются и выпускники радиоуниверситета, которые стали основоположниками новых научных направлений. Новые способы обработки информации на основе теории фракталов. Я это начинал где-то в 79-м году, когда это ничего не признавалось еще. То есть, это считалось идеализмом. Но сейчас наша школа, моя школа, она, по сути дела, передовая в мире, и все страны, в общем-то, все ссылки делают обязательно с упоминанием наших работ. То есть, это вот такое возникло направление, и я рад, что это направление родилось на основе тех знаний, которые мне заложил Рязанский радиотехнический институт. С докладом на конференции выступит и внук Константина Циолковского. Он расскажет об ученом с той стороны, с которой о нем знают совсем немного. Он говорил, что ракета для меня не самоцель, главное расселение во Вселенной. И он думал о благе человечества, а о человечестве, поэтому из 600 работ, которые он написал, около одной трети посвящена только технике. Там, дирижаблик, пищемашинка и прочее, прочее. Одна треть – это философские проблемы. Это кто такой высший разум, кто такой бог, кто над богом этот бог. Ну и масса всяких гуманист Вселенной, еще чего-нибудь. Внук Циолковского пропагандирует идеи великого ученого, для которого сами полеты были лишь технической реализацией большой мечты о счастье человека и человечества. Гуманист и философ он и сегодня не до конца прочтен и понят. Возможно, именно такие конференции приблизят человека к разгадке не только учений Циолковского, но и тайн космоса. Рекордная уборочная кампания в объективах семьи рязанских фотографов. В Центре народного творчества открылась фотовыставка «Жатва». В экспозицию вошли более шести десятков работ. Каждое фото стилизовано и посвящено хлеборобам. Порядка 60 фоторабот, представленных в выставочных залах Рязанского областного научно-методического Центра народного творчества, как нельзя лучше иллюстрируют жизнь крестьян конца XIX – начала XX века, а точнее конкретно ее период – осеннюю страду. В том, что период «Жатвы» был назван страдой, абсолютно справедливо убедилась семья фотохудожников. Осенью 2017 года Андрей Лепешкин со своей семьей оказался на празднике первого снопа, который был организован Музеем обороны и тыла. Именно там глава семейства взял в руки косу и осознал всю тяжесть этого труда. На самом деле жутко тяжело. Недаром называется это время страдою. То есть просто вот именно что-то люди страдали. Просто реально вот мы там, как сказать, когда делали съемки, то мы рядом там поля, леса вот нашли, вот на столе там лежат железные всякие штуки. Вот, ну то есть там косы поломаны и все прочее. Просто каленая сталь не выдерживала этого труда. То есть люди работали с раннего утра, вот еще до восхода солнца, там практически до заката убирали хлеб. И вот когда это все пытаешься сделать, приходит осознание того, что буквально каждое зернышко человек пропускал через свои руки. Его либо косил, либо сжал серпом, либо обмолачивал, либо веял. В общем, все это только ручной труд. Когда после праздника семья Лепешкиных приступила к обработке фотографий, которые были сделаны во время мероприятия, они обнаружили, что на снимках практически не присутствуют приметы современного времени. А после определенной обработки вообще создается впечатление, что фотографии были сделаны на рубеже веков. Так и родился проект, посвященный уборке хлебов в конце 19-го, начале 20-го века на территории Рязанского края. Получил этот проект название «Жатва». И цель его гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Для авторов это не только возможность показать прошлое нашей земли, но и средство напомнить современному поколению о нашей истории и важности ее знания. Изучая вот это вот все, мы со всеми пришли к осознанию того, что вот как дерево не растет без корней, так и человек не может жить без тех людей, которые были до него. Потому что не зная того состояния, откуда ты вышел, ты очень плохо представляешь, куда тебе идти. Этим проектом увлеклись не только взрослые члены семьи. Георгу всего 9 лет, но он уже является соавтором представленной выставки. Причем приобщиться к фотографии было его личным желанием. И его также заинтересовала тема «Жатвы». Потому что это старое, ремесло такое старое. Там очень интересно, когда вот косишь, там день, потом идешь, там в поле ночевали, там. Очень интересно, в общем, эту тему фотографировать. В будущем Георг планирует продолжить свои занятия фотографией. Ну а пока он получает свои первые дипломы и грамоты как участник целого фотопроекта. Выставка «Жатвы» стала 17-м выставочным мероприятием цикла «Мастера Рязанщины. 80-летие образования Рязанской области». Работа ее продлится до 2 ноября. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Археологи рассказали об итогах первых раскопок в Троицком монастыре на Московском шоссе. Меньше чем за месяц у здания одноименного храма нашли около 40 предметов хронологическим охватом больше тысячи лет. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. Керамика возрастом более тысячи лет, фрагменты женских украшений, предположительно 13-го столетия и древние погребения, исследования которых будут продолжаться. В четверг, 5 октября, члены Рязанской археологической экспедиции подвели итоги раскопок на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Напомним, археологические исследования начались здесь около месяца назад в связи с началом реставрационных работ Свято-Троицкого храма. За это время археологами было исследовано всего 16 квадратных метров. Однако такой небольшой участок подарил ученым огромное количество материала временным охватом более тысячи лет. Интересный предмет – это фрагмент терракутового изразца с неясным пока для нас изображением. Оно сохранилось только фрагментарно, но по аналогиям, аналогичным изделиям, найденным в Центральной России, мы надеемся реконструировать его цельный облик. Также археологами были найдены фрагменты керамики 13-15 веков. Предположительно, именно в это время монастырь посещал Сергий Радонежский и встречался в его стенах с Олегом Рязанским. Помимо чисто практической информации о жизни наших предков, археологи рассчитывают получить и более ценные данные. Свято-Троицкий монастырь – один из древнейших монастырей на Рязанской земле, однако точной даты его основания неизвестна пока. Вполне возможно, что археологические исследования прольют свет и дадут ответ на вопрос, когда же впервые здесь был заложен храм. А помочь в этом исследователям могут порядка 15 захоронений древнего некрополя, которые были обнаружены у стен каменного Троицкого храма, построенного в XVII веке. Часть захоронений уходит под фундамент этого здания, и по их расположению, возможно, удастся воссоздать планировку деревянного храма, что может стать большим открытием. Ведь на сегодняшний день не сохранилось ни чертежей, ни других документов, по которым можно было бы судить о его размерах и внешнем виде. Но и это еще не все. Самые поздние изнайденных погребений датируются XIX-XX веками, а вот возраст самого раннего, представляющего из себя всего две берцовые кости, предстоит определить. Датировка этого захоронения позволит нам определить время возникновения здесь церкви. Как известно, существовала практика возникновения монастырей на тех местах, где уже стояли приходские храмы. То есть мы можем надежно сказать о том, что установлено при помощи специальной экспертизы время сооружения этого захоронения, совершения этого погребения. Здесь существовал храм. То есть местность уже имела сакральное значение. Эта территория уже была некрополем. И вопрос, когда здесь сооружается некрополь, вот именно этот вопрос нам интересен. Ответ на этот вопрос косвенно сможет поведать нам о времени зарождения здесь монастыря, что безусловно станет, если не сенсацией, то значимым открытием для истории Рязанского края. В любом случае исследование продолжится, ведь пока обработаны только два участка из четырех. Так что весной начнется второй сезон раскопок, который наверняка принесет немало открытий. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязань можно считать одним из ведущих городов в мире большого тенниса. В очередной раз у нас в городе открылся значимый турнир. Командное первенство России по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. Рязань встретила командное первенство России по теннису. Соревнования среди юниоров до 19 лет стартовали в Рязанской академии тенниса имени Озерова. В них примут участие около ста спортсменов из 13 регионов страны. Рязанскую область представит команда в составе восьми теннисистов, среди которых спортсменка Анастасия Гасанова. Буквально несколько дней назад девушка привезла сереброс чемпионата России, который проходил в Казани. И уже сегодня выходит на поле, чтобы сыграть за родную команду. Мне очень нравится на самом деле командное соревнование, командный дух. В прошлом году мы играли в командное первенство Европы, мы выиграли с командой России. И в этом году мне посчастливилось, что проводят турнир здесь. Мне не нужно ехать в какие-то другие города, я могу его сыграть. И хотя теннис считается одиночным видом спорта, в таких соревнованиях каждый спортсмен набирает очки для команды. Главное отличие – присутствие на поле капитана, который может направлять и подсказывать спортсмену. Очень хороший состав участников. Цель этого соревнования – выявить, какой регион в нашей стране лидирует по этой возрастной категории. Для каждого спортсмена это не случайно. Все команды пытались собрать в свои ряды самых сильных спортсменов своего региона. Турнир завершится 8 октября. За это время определится не только команда региона победителя, но и спортсмены, которые получат звание мастеров спорта. Несколько десятков человек каждый выходной отправляются на тихую охоту. Подберезовики, подосиновики, белые грибы – лучшая награда для любого грибника. Правда, есть и те, кто собирает мухоморы. Общепринятый ядовитый гриб эти люди употребляют в пищу. Об одном из таких расскажет Валерий Седов. Смертельный номер. Прямо сейчас Александр Инюточкин съест опасный гриб под названием мухомор. Наш телеканал настоятельно не рекомендует повторять это. С Александром ничего не случилось. На данный момент он жив и здоров. Это одно из немногих видео в его блоге, где мужчина поедает опасные грибы. Впервые такое лакомство он попробовал год назад. У каждого свои рецепты. Кто-то на спирту настаивает, кто-то просто в собственном соку утрамбовывает, трехлитровую банку закатывает, кто-то там настаивает с нескольких месяцев. Но я немного поразмыслив подумал, что все-таки в свежем мухоморе больше полезных веществ. Начал Александр с малого. Вначале попробовал совсем небольшой мухомор и стал ждать, как его организм отреагирует на это. И в результате вместо тошноты обезболивающий эффект. Пропала боль в коленных суставах, в локтевых, в позвоночнике. Через 40 минут я попробовал еще один такой же маленький мухомор. То есть эффект усилился. Но много употреблять я не стал. Теперь каждый поход за грибами Александр ищет и мухоморы. Говорит, в этом году их, к сожалению, мало. Никакой обработки грибов перед поеданием он не проводит. Мужчина поласкивает их водой и счищает ножиком грязь. Правда, его энтузиазм не разделяют врачи. Оно и понятно. Большинство мухоморов несъедобны или сильно ядовиты. Есть и смертельно опасные виды, которые иногда путаются с съедобными грибами. Мухоморы являются несъедобными грибами. Поэтому, естественно, употреблять их в пищу человеку опасно для жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя легкомысленно относиться к своему здоровью. Сами по себе грибы, они достаточно тяжело усваиваются человеком. Если у вас есть какие-то заболевания животно-кишечного тракта, то лучше от них воздержаться. Мухоморы часто поедают дикие животные, чтобы избавиться от паразитов. А вот для человека чаще всего это лакомство опасно. В сети не раз появлялись новости об отравлении людей спиртовыми настойками и приготовленными грибами. Поэтому лучше такой вид пищи и вовсе не пробовать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И напоследок. Рязанка посвятила Владимиру Путину эротический календарь. Девушку представила на фотографиях в купальниках и нарядах с призывами, обращенными лично к президенту. Календарь выпустили в единственном экземпляре. Героиня написала, что хочет лично вручить его Путину. Я подумала, а что можно подарить мужчине, у которого все есть. Как однажды Владимир Владимирович сказал, что он самый богатый человек не только в Европе, но и во всем мире, потому что он коллекционирует эмоции. И я решила, что новые эмоции ему совершенно не помешают. Такой необычный подарок покажет всем, что это не только президент, но и мужчина, естественно, которого я в нем и вижу. Он свободный мужчина, а почему бы нам таким образом и не познакомиться? Ранее модель стала девушкой месяца индийского мужского журнала, а также снималась для журнала «Максим». И на этом у меня все. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова